Многие славянцы знакомы с творчеством этого удивительного художника Геннадия Машкарина. Ему доступны самые разные материалы и жанры. И за что бы он ни брался, в каждой работе отражается его самобытность. В этом еще раз смогли убедиться все, кто пришел на открытие его выставки. Как известно, знаменитый Архимед однажды сказал, дайте мне точку опоры и я сдвину землю. Самое сложное дело можно сделать, если будут благоприятные условия. Вот и Геннадий Машкарин, представив на суд славянских зрителей свои полотна и скульптурные работы из папье-маше, совсем не случайно назвал персональную выставку точкой опоры. Он, опираясь на свой талант и на желание любителей прекрасного увидеть что-то необычное, попытался открыть для них новые горизонты. Славянская картинная галерея предоставила художнику свои залы, и славянцы с радостью пришли сюда на праздник искусства. Искусство же представляет собой нравственную точку опоры. Чувством красоты мы обязаны искусству. Самобытность и глубина творчества Геннадия Петровича Машканина – это очередное открытие. Снова открытие. Открытие мира с новой, необыкновенной, интересной гранью его. Я поздравляю всех присутствующих с этим новым открытием. Посетители на презентации, рассматривая полотна и скульптуры Машкарина, делились друг с другом своими впечатлениями. Многие отмечали, что работы притягивают простотой и ясностью, и вместе с тем они полны глубокого смысла. Геннадий Петрович, он сейчас в Краснодаре трудится. Была я на его выставке персональной в музее Коваленко. Очень много хороших слов, отзывов. И как хорошо, что в городе будет она длиться ценный месяц. Ребята сейчас, учащиеся школы, выйдут в канику и смогут посмотреть. Вот у нас 300 учащихся, они смогут посетить. Не надо нам в Краснодар ехать. Замечательную галерею нашу видят, познакомятся с его творчеством. В картинах отражается отношение художника к окружающему миру. Кубань очень красива, и мастер стремится перенести эту ускользающую красоту на холст. В его лиричных пейзажах много света и воздуха, они создают настроение. Работы, выполненные в технике папье-маше, трогательны и гармоничны. Над каждой из них автор усердно работал. Художник, влюбленный в наш край, изображает его искренне и с глубокой любовью. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».